Друзья, всем привет! Вы на канале Дневник Капитана. И сегодня я хочу с вами поделиться одним очень интересным видео. Оно косвенно связано с Крымом, потому что многие из вас держат путь через Москву. Это мега-стройка в Московской области. Посмотрите и напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Обсудим. На дорожной карте России скоро появится объект, который сильно изменит логистику грузовых и пассажирских перевозок. Проект «Центральной кольцевой автодороги» общей протяженностью 521 км позволит значительно разгрузить федеральные трассы на подъездах в Москве, приведет к снижению транспортных издержек и себестоимости автомобильных перевозок. Масштабная задача – перехватывать грузы на подступах к столице и отправлять под скат – скоро станет реальностью. Реализуя столь масштабный проект, государственная компания «Автодор» продолжает формировать новые стандарты строительства и эксплуатации российских дорог. Быстро, безопасно, комфортно. Разрешенная скорость до 130 км в час. Отсутствие перекрестков, светофоров, разделенные встречные потоки. Усиленные барьерные ограждения. Возможность обратиться за помощью к аварийным комиссарам. Современные светодиодные фонари, которые дают более яркий свет и экономят электроэнергию. Дорога будет оснащена современной интеллектуальной системой управления движением. Информационные табло, на которых водитель сможет прочитать о состоянии дорожного полотна, узнать погоду, быть информированным в случае ДТП. Таковы новые стандарты безопасности, реализуемые на ЦКА. ЦКА – это не только магистраль, но и система развитой инфраструктуры. Здесь появятся вертолетные площадки, площадки для отдыха водителей и объекты придорожного сервиса. Строя новую дорогу, государственная компания «Автодор» бережно относится к экологии. По оценкам специалистов, запуск новой дороги позволит значительно снизить загрязнение воздуха в Москве. Активное строительство ЦКА началось в 2014 году и сейчас ведется с высокой интенсивностью. Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства. Все кольцо делится на пять пусковых комплексов. На сегодняшний день на участках первой очереди строительства общей протяженностью 339 км идут активные работы. Первая очередь предполагает устройство четырех полос движения по две в каждом направлении. Вторая – расширение на конкретных участках до шести и восьми полос. Таким образом, уже на первых этапах заложена возможность трансформации дороги при увеличении интенсивности движения. Первым открытым участком ЦКАД стал обход подмосковного Звенигорода. Более трех с половиной километров новой дороги – часть пятого пускового комплекса. Новая дорога имеет четыре полосы движения, построено три развязки, мост через Москву-реку и надземный пешеходный переход. Запущено технологическое движение по путепроводу на Пятницком шоссе в составе новой транспортной развязки. Она позволит устранить огромные заторы на этом участке, водители не будут останавливаться перед светофором и смогут свободно выезжать на кольцевую дорогу в оба направления. Пятый пусковой комплекс почти полностью совпадает с маршрутом «Малой бетонки». Начинается за 10 км от Киевского шоссе и заканчивается Ленинградским. Его протяженность составляет более 76 км, 28 км из которых – это участок нового строительства и 48 км реконструкции. Проезд для автомобилистов будет бесплатным на всем участке. Строительство ведется круглосуточно и без выходных. На севере и северо-востоке от столицы строится третий пусковой комплекс. 105 км новой дороги соединят автодороги М11 Москва-Санкт-Петербург и М7 «Болга» параллельно «Малому бетонному кольцу». ЦКАТ-3 станет частью транспортного коридора Европа-Западной Китании. Двигаясь по четырехполосной магистрали с разрешенной скоростью движения 130 км в час, автомобилисты практически за час смогут проехать с северо-запада на юго-восток Московской области. Строительство ведется высокими темпами. Уже удалось завершить более четверти всех работ. На протяжении 68 км дорога уже заасфальтирована. Четыре строящиеся транспортные развязки ЦКАТ-3 соединят его с региональными и федеральными автодорогами. С М11, с Рогачевским шоссе, с М8 «Холмогоры» и М7 «Москва-Нижний Новгород». В Пушкинском районе Подмосковья завершены основные работы по строительству моста через реку Ворин. Особая конструкция всех мостов ЦКАДа позволяет при увеличении загруженности дороги расширить его с четырех полос до шести. А главной достопримечательностью новой дороги станет мост через канал имени Москвы длиной почти полтора километра. Мост уникален не только своим размером, но и архитектурным решением. Центральные пролеты будут выполнены в виде ажурных арок, позволят судам беспрепятственно проходить по каналу. В августе 2018 года было завершено строительство первого из пяти экодуков. Специальные мосты «Экодуки» обеспечат безопасный переход над дорогой для диких зверей. К югу и юго-западу от столицы строится первый участок первого пускового комплекса ЦКАД. Он пройдет от трассы М4 Дон до М1 Беларусь. Его протяженность составит 118,5 километров. Первый участок первого пускового комплекса предусматривает строительство 49,5 километров. Уже готовые участки строящейся трассы находятся в Домодедовском и Нарафаминском районах Подмосковья. В сумме на 50% протяженности участка уложены нижние слои основания дорожной одежды, а на 19 километрах уже готовы верхние слои основания. Также ведутся бетонные работы на строительстве съезда ЦКАД на Московское Малое Кольцо в месте стыковки первого и пятого пусковых комплексов. Сооружение имеет сложную дугообразную форму. На строящемся мосту через речку Моча завершается надвижка пролетных строений. Сложности местного рельефа потребовали от строителей собирать и монтировать конструкции по особой технологии с использованием мощных домкратов. Мост через речку Моча совмещен с путепроводом через автомобильную дорогу Подольск-Калуга. Это крупное сооружение длиной 450 метров. Самый отдаленный от Москвы второй пусковой комплекс пройдет от трассы М1 Беларусь до скоростной автодороги М11 Москва-Санкт-Петербург. Этот участок имеет самую большую протяженность – 121,6 километра. Сейчас участок находится на стадии проектирования. На юго-западе замыкает кольцо вокруг столицы четвертый пусковой комплекс протяженностью 96,5 километров. Новый участок пройдет от автодороги М7 «Волга» до скоростной трассы М4 «Дон». Здесь идет подготовка территории, переустройство коммуникаций, выполняются работы по возведению земляного полотна, строительству новых подъездных дорог карьером, начаты работы по строительству искусственных сооружений. Высокие темпы строительства приближают момент, когда автомобилисты смогут оценить преимущества новой дороги. Эффект от запуска ЦКАД затронет не только Московскую область. Свое положительное влияние трасса окажет и на развитие всего центрального региона России, а также станет важным звеном в структуре мировых дорог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова